Бесстрашная партизанка, подпольщица погибла в 1942 году, когда ей исполнилось всего лишь 20 лет. Никто ее по имени, отчеству не величал. Для всех она была просто Катей. Соловьянова Екатерина Ивановна, жительница города Анапа, комсомолка, в период Великой Отечественной войны стала членом подпольной комсомольской организации. Активно боролась с фашистами, занималась разведывательной деятельностью. Участвовала в боевых операциях против оккупационных войск, схвачена фашистами и казнена вместе со своими товарищами. В этом году Краснодарский край и вся Кубань отключают 75 лет за дня освобождения. И совсем скоро наш муниципалитет отбитет эту серьезную юбилейную дату. Очень отрадно, что и в Анапе, и в Краснодарском крае все больше и улиц, и учебных заведений называются именами героя. Сегодня мы с вами присутствуем на улице имени Катя Славьяна, которая отдала свою жизнь за то, чтобы мы могли здесь сегодня собираться. Стояли здесь, вспоминали, гордились. И такие, наверное, подвиги миллионов советских жителей не дают нам права забывать. Мы должны всегда помнить, какой ценой нам досталось это мирное небо. Мы должны передавать из поколения в поколение информацию о великом подвиге, уже, наверное, прадедов, прапрадедов, всех тех, кто сложил головы за нас с вами, за нашу жизнь. И сегодня, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, все-таки радостно, потому что мы не забыли, мы помним и всегда будем помнить. И, наверное, очень важно, что много детей сегодня. Да, потому что Россия не та страна, где есть Иваны, не помнящие своего родства. Наверное, уже у нас в крови та память о тех подвигах, которыми гордится наша держава. Легендой, примером доблести героизма стал ее бессмертный подвиг. Никогда не забудут люди подвиг во имя жизни. Эти слова, прозвучавшие в столь торжественный и по-особому строгий, но в то же время трогательный праздничный момент, стали лейтмотивом всей радостной и незабываемой встречи. Я живой свидетель освобождения Анапы. Мне было 8 лет, когда немцы отступили туда, на Бемлюк, и здесь были Катюши. Я сама, меня, конечно, родители не пускали, но мне было очень интересно посмотреть, как это. И я выбежала на улицу и видела, вот там стояли Катюши. Они видели таких вот рельсов, я это очень хорошо запомнила. И когда немцы отступили вот сюда, на Бемлюк, то эти Катюши их обстреливали. И потом, когда уже освободили Анапы, мы ходили на этот Бемлюк и видели там выжженные виноградники. Катюши все это выжили. Минутой молчания собравшиеся почтили память Кате Соловьяновой. Олеся Давыдова, Виталий Кущ. 39 канал. Катюши все это выжили.